на ремонте стиральная машинка mili softronic w3241 с поломкой я еще не пробовал но хозяйка говорит что проблема состоит в чем что начинает стирать включается начинает заливать воду и потом сливают если там режим отжима вроде бы работает режим полоскания иногда работает иногда не работает но в общем то проблема с какой-то проблемой то ли наполнение воды то ли вы залива воды ну была у меня такая ситуация с подобной машинкой mili и была проблема в плате которую тут сверху на заливе воды значит открываем крышку вот здесь откручиваем с одной стороны и с другой стороны винтики а вот здесь не откручиваем после того как открутили просто назад надо толкнуть крышку и она там выезжает после того как открутили поднимаем вверх вот эту часть и назад выталкиваем и она выезжает вот из этих и снимаем что дальше дальше ставим в сторонку и вот здесь стоит плата где может быть плохой контакт здесь она как-то может попадать сырость и бывает там на плате прямо выгорают дорожки ну или окисленные контакты смотрим вот сюда и здесь что-то она не очень хорошем состоянии и видим окисление да вот например на вот этом контакте значит шанс есть вот здесь что-то черненькое откручиваем три винта вот этот вот этот и вот этот и чтобы поднять тут вот защелка на на разъеме значит разъем снимаем и вот тут на разъеме с этой стороны видите тут клипса защелка оттягиваем и поднимаем тут поднимаем здесь ничего не трогаем и смотрим вот сюда видим что тут тоже контакт как-то не очень вот он ездит по вот этим нужно будет здесь контакты почистить смазать какие-то здесь почерневшие под лупой на будет посмотреть на почистить может быть немножко подправить и смазать здесь контакт чтобы он не окислялся и вот здесь контакты тоже какие-то не очень если здесь был плохой контакт то он включает но не видит что включен обратной связи нет и прозвонить значит что значит прозвонить взять не не про горела ли не окисливалась ли здесь дорожка отсюда до сюда вот вторую отсюда да вот сюда третью отсюда да вот сюда ну короче все дорожки прозвонить чтобы они хорошо прозвонить посмотреть если вот тут широко ну вот и зачистить прозвонить и попробовать потом зачистить пшикнуть в дашкой или специальным спреем контактным защитой контактов ну и вот этот контакт тоже нужно так шестерни вроде бы работают шестерни крутят и нужно будет еще вот эти два контакта вот этот один и второй они упираются вот на эти контакты но а эти контакты дают напряжение на электродвигатель который стоит там там работает электродвигатель нет я не знаю еще пока но тоже он должен работать это мы узнаем потом посмотрим будет ли крутить видно это наверное не будет но мы можем услышать крутит ли здесь двигатель он крутит и собственно в таком переключает на переключает движение воды то в этот то сюда то сюда то сюда то сюда получается она попадает вот в это место вода из клапана попадает в одно место попадает в одно место а уже вот этот механизм распределяет зависимости от времени работы то в этот но наша задача убрать окислы они не явного прогорания нет но а прозвонить на всякий случай вдруг она тут прогнило и связи между вот этим концом и этом может не быть если она тут прогнило надо проверить ну и зачистить и смазать так ну что я почистил взял шипнул выдышкой немножечко там контакте такие тут зачухал проверил не окислилась ли значит сюда допустим сюда идет отсюда контакт есть отсюда сюда доходит вот отсюда сюда доходит отсюда сюда доходит отсюда сюда проверил доходит не удобно на руку отсюда до сюда ну собственно все тогда на двигатель контакт идет идет все вот здесь я тоже будешь к и прыгнул немножко так сверху по чуху вроде бы тогда ставлю на место и проверяем мне а еще вот здесь надо по зачухивать и лодыжкой попшикать значит если посмотреть если посмотреть на свет здесь небольшой окислы есть их тоже нужно подчистить немножко отверткой немножечко сейчас подчухаю и все ставлю и пробую и так после проделанных несложных манипуляций включил включил на какую-то там поменьше времени на 40 минут на 40 градусов не знаю что это означает налила воды стирает дальше посмотрю все ли нормально будет нагреваться вода до 40 градусов ну собственно все ремонт произведен получается что здесь ему когда он набирает он включает насос крутит вот эти контакты и он эти контакты должны показать что он в каком-то определенном положении остановился а если контакта нет и не показывают в каком положении остановился тоже это поломка он выдает этот блок бывает так что там выгорают прямо контакты почему потому что сюда 220 приходят отсюда сюда приходит 220 распределяется 220 на клапан и бывает то что прямо выгорают дорожки влага попадает влага пуль и прямо выгорают в этот раз не выгорело просто окислилась но если выгорает там восстановить нужно контакты приемлемым удобным способом и тоже можно восстановить если есть что восстановить ну собственно все ремонт произведен повторяйте это не сложно вам желаю мира на данный момент это так важно и хочу попросить чтобы вы подписались на канал если вы делаете по-другому напишите об этом в комментариях может быть ваш комментарий будет интересен тем кто хотел бы отремонтировать свою стиральную машинку но не знает как это делать это канал для вот новичков которые хотели бы узнать а профессионалам что его смотреть они и сами знают увидимся на канале